Внутренние органы отказываются работать. Такое фатальное воздействие на организм оказывает опасное наркотическое вещество метадон. Так буквально на днях в Астрахани произошло крупнейшее за 20 лет отравление наркотиками. Больше 20 человек попали в больницу из-за метадона. Еще трое погибли. В Алтайском крае дизайнерский, иначе синтетический метадон тоже уносит жизни. За полгода скончались уже 6 человек. В метадон стали добавлять массу препаратов, которые могут вызывать и отек мозга, и острый дыхательный недостаточность, и острый сердечно-сосудистый недостаточность, и острую почечную печеночку. Поэтому порой больные, поступающие к нам, сейчас имеют очень тяжелое сочетанное состояние, здоровье. Метадон стал в разы опаснее и агрессивнее. Если раньше пациенты, употребляющие чистый метадон, проводили в стенах наркодиспансера сутки двое, то теперь от 3 до 30 суток. Причем медики буквально вытаскивают пациентов с того света. Многие из них последние три месяца у нас находятся с явлениями острое печеночное и почечное ясночность. То есть больным приходится проводить кому 2, 3, кому 10 операций гемодиальцев. Под удары метадона не только взрослые, но и молодежь. Психологи краевого наркодиспансера работают на опережение. Рассказывают населению о последствиях употребления наркотиков. Наши специалисты выходят в образовательные учреждения, школы, колледжи, университеты. Проводятся различные видеолекции, семинары, круглые столы. То есть формат работы у нас разный. Ну и все это, конечно, направлено на то, чтобы сформировать мотивацию на здоровый образ жизни. Немотивированная агрессия, изменения в поведении, повышенная тревожность. Первые звоночки человека, употребляющего наркотики. И далеко не последние, отмечают психологи-наркологи. Внешне, может быть, оно несколько похоже на алкогольное опьянение, но нет запаха. Зрачки изменяются, они становятся либо очень узкие, либо слишком широкие. Значит, вот, так скажем, поведенческие, что начинает. Ну, во-первых, ухудшается его учеба. Много времени проводят неизвестно где. Родители, друзья, родственники, заметившие изменения в поведении близкого человека, должны обратиться к медицинскому психологу. Специалисты, в свою очередь, возьмут пациента под крыло. Помогут избавиться от зависимости и сохранить жизнь. Валентина Аскерова, Владислав Ковалев. День с толком.